Добрый день! Сегодня ко мне приехал с поселка Октябрьского мой хороший товарищ Костя. Он привез вот такой сорт Ризомат. Сказал как его поливать, как посадить и прикрывать его. Первый у него урожай был очень хороший, когда я должен был забрать. Но это вот второй урожай вот этих чубуков пророщенных. А вот мы, значит это, копание этой ямы обнаружили вот такой корень от ореха возможно. Представьте себе орех и вот здесь его корешок. Вот так вот растет орех. Хорошая подконка для винограда. Конский навоз ложат и кого еще? Вот и сказал Костя, что надо закрывать ящиком. Сегодня он два часа постоит. Уже можно сказать час постоял. И закрывать от света. Потому что такой вот этот сорт. Конечно. Богомолк что бы упал. Похож что-то. Листок. Это мята. Ой, мята. Ой, мята, что я говорю. Ли беда. Ли беда. Ну вот здесь. Давай. Поехали. Пока. Продолжение следует... 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 а потом с той стороны уже но пока это только для вина кстати второй раз когда вот эти козлы выручает на них очень удобно красить заготовки не только пилить дрова так что вещь хорошая я еще смотрю у нас вина так черная черноплодная черешня тоже видите из точки пошли то такого забора мы посадили где ежевика два столба вечером порхают эти пушкины подлетают подлетают яблонька вся такая в листы в листочках наконец-то в этом году она пошла замечательно прошлом году такая небольшая пуму шапочка была у ней вот второй год уже первый наш садик посажены это уже второй пойдет часть гранат гранат пока еще ничего не дает он потом не он дает кстати вот видите красные листочки пошли вот он пошел он такой сам по себе он поет позже всех листов выпускает гранат ну в общем как то так орех выпускает молодую свою листву первый раз так подрезан в этом году он не так конечно будет закрывать нас от солнца но надо было его подрезать особенно та часть орехов которые у нас тут на крыше всегда висела ветки старые тоже подрезали кстати там где залил рану ореху где гриб рос гриб мы устранили трехпроцентным раствором залили но все вроде заживет это дело вот где-то я видел тоже орехи валялись у нас прошлого года ну и потихоньку ждем эти штуки которые я раньше еще брал вот эти они на дрова не очень годятся но это еще можно попилить а вот та точно не пойдет ее полить надо в костер такая штука на дрова не пойдет это тогда мы брали когда дров вообще не было привезли эти чурки они никому не нужны поэтому их бросили вот эти еще пойдут но я их пытался под грибы вешенки но что-то так у нас не получилось времени не было ими вплотную заниматься вообще когда ты занимаешься культурой какой-то одной то надо очень много времени уделять какой-то культуре когда посажен поставлено вот это вот уже на путь истины там ты занимаешься этим ты уже знаешь следишь за этим а когда вот ты все начинаешь делать заново только вот только только то конечно все очень сложно вот клубника которая нам не давала в прошлом году вообще никакого урожая в этом году я не знаю лена может быть даже пересадил ее сюда может быть нет но ягоды должны быть потому что есть цветы в этом в прошлом году не было здесь прошлом году у нас вот здесь клубники было море в этом году оно должно заплестись здесь цветы понятное дело вечером да вот она клубника надо будет скоро лента у нас еще есть новая подключать весь этот капельный полив это принципе недолго просто надо будет обратить внимание на вот эти вот все ниппеля резинки приготовить потому что не каждый ниппель выдерживает зиму может рассохнуться резина крыжовник крыжовник смотрите уже ягоды и около маны второе мая мать моя родная 4 мая что я говорю 4 мая уже ягоды крыжовника ребята у кого-то снег лежит а здесь уже такие аккуратные ягоды крыжовник ох и вкусный он здесь крупный смородина тоже видите только вот недавно цвела уже образовывается смородина здешние вкус хороший ну посмотрим на это дерево который крот нору прорыл я вот тут как-то квадрик запускал пролетал пролетом не был я скажу вам ребята что не все вот так огороды садят здесь у всех на заднем дворе бывает даже не просто не огород а просто так брошенная абсолютно земля растоптана разъезженная кто как у кого просто сад посажен но чтобы вот так я даже вот посмотрел сверху у нас огород выглядит довольно ровненько аккуратно и так расчесан принципе я скажу вам что из десяти огородов один вот такой допустим да остальные просто как хозблок хотя с виду по улице так идешь думаешь дом там на огороде все ничего подобного просто может техника стоять или еще какой задний двор там хлам бывает лежит старый там какие-то разрушенные избушки огородом не каждый здесь занимается я о чем этом говорил постоянно то есть так для себе немножко там что-то посадил а в основном покупной идут люди магазин покупают сад до виноград до чтобы заниматься картошкой тут я не думаю что селе кто-то сейчас станется картошку здесь может быть выращивать кто-то но немного будет людей вот у наших соседей да они тоже постоянно город садят но там дальше сад у них вот есть конечно огороды но в основном так как-то небольшие пространство не занимает вот мы сейчас леной говорим по поводу того что спрашивает почему вы рассаду не покупаете вот это вот помидоры своя рассада а перец купили потому что что тратится на семена выращивать рассаду еще нужно место для нее до когда можно просто купить и посадить те же расходы что семена вы купите что рассада уже готовы это раз во вторых вы пишите здесь 12 рублей кустик это дорого согласен с вами где-то 5 рублей согласен но так вот здесь 12 рублей вот кстати николай николай показывать я вижу вот здесь есть отражатель а там нет а то ты удивился что это у японки какая-то наклейка это не наклейка это как бы тот самый как бы двухсторонний скотч может быть когда-то будут декоративные боковые я их приклеив сниму эту старую так то ничего все нормально за маслом слежу в общем то скоро через тысячи четыре буду менять уже масло катаемся японцы есть японцы надежные по металлу макси конечно в этом отношении то замок багажника то стеклоподъемник то какая-то еще причуда какие-то вещи которые никогда на японцах и не ломается то ручка переключения поворотов с дальним светом счета дальний свет стал мигать не мигать вот на нексии так было у японцев я сколько от машин у меня было всяких разных я никогда не видел таких причуд чтобы ручка поворотов что-то или с дальний свет ближний как-то переставали работать из-за того что выключатель износился нет или стеклоподъемники вообще не было такой проблемы никогда у них стеклоподъемники как вечный двигатель у японцев настоящих ладно